Я Баринов Егор, участник поискового отряда Пересвет. Я хочу вам рассказать о немецкой трубке. Как я понял, что она немецкая, если раскрутить одну из частей этой трубки и достать содержимое, можно увидеть на ней орла. Это символ немецких солдат. То есть, благодаря этому, мы можем понять, что по этой трубке передавались приказы о наступлении, о ведении огня. По этой трубке можно еще понять, чтобы по ней была дуплексная связь. То есть, когда нажимали, мы говорили, когда отпускали, мы слушали. Также я хочу вам сказать о ручных гранатах, как в руках у меня РГД-33, которая была изготовлена в 1933 году. Она находится сейчас в таком положении, как оборонительная. То есть, на ней надета рубашка. То есть, ее кидали из-за укрытия, и когда она взорвалась, разлет осколков был больше, так как вот эта рубашка, она вся в насечках, и получалось больше осколков. Также можно было снять рубашку, и она была бы наступательной. То есть, мы, предположим, бойцы наступали, кидали, и разлет осколков был где-то 20-25 метров. Также я хочу рассказать еще одну ручную гранату. М24. Это немецкая граната. Ее наши солдаты называли «Коватушка». Она действовала по принципу... Ее дергали за кольцо. Кольцо было фарфоровое, чтобы оно не ржавело. Дергали за кольцо. Происходил запал. Происходило действие. И бросали. Она была удобнее, так как ручка была длиннее, и кинуть можно было дальше и точнее. Во всяких фильмах мы могли увидеть то, что солдаты успевали перекинуть гранату. То есть, им кинули в тот же окоп. Они подобрали, кинули в обратную сторону тот, кто им кинул. Но, хотя действие у самих гранат 3-4 секунды, но такое могло происходить из-за того, что со временем запал от сыревал, и действие было от 6 до 9 секунд. И такое вполне могло было произойти.